Рекордные дайверы, про которые вы даже не знаете в этом ролике. Мы расскажем про часы, которые совершили рекордное погружение. Как вы думаете, какие? Касио, Ориен, Сейко, Роликс, Бланпа, Омега или может быть Восток Амфибия? Спорим, что не угадаете. Магазин All Time продолжает работать для вас, несмотря ни на что. Сделайте заказ на сайте и мы оперативно доставим его по указанному адресу. Дайверские часы всегда вызывают сомнения. Нужны ли они на самом деле и реально ли они способны выдержать большое давление? В этом ролике поговорим о том, нужны ли глубоководные часы, зачем в них гелиевый клапан, каких глубин достигал человек, с какими часами погружались водолазы Тихоокеанского флота и расскажем про самую уникальную спасательную операцию на подводных лодках. И обсудим, могли ли спасти экипаж Курска. Но сперва про историю этого ролика. Осенью мы сделали обзор 1000 метровых часов. В ролике упоминался сюжет телеканала «Звезда» о рекордном погружении наших военных водолазов на 416 метров. Один из участников того проекта оказался среди зрителей и прислал дополнительные материалы про часы, которые использовались в том погружении. Упустить такую возможность было бы преступлением. Рассказ начнем с того, что под водой человек оказывается по разным поводам и в разном снаряжении. Есть такая штука – фридайвинг. Когда на ныряльщике из всего оборудования только маска и ласты. Ну, иногда есть еще дополнительный груз. Погружение идет просто с задержкой дыхания вдоль веревки с отметками глубины. Смотреть на часы фридайверу просто некогда. Да и незачем. Декомпрессии здесь не требуется. А решение, не пора ли всплывать наверх, он принимает на основе собственных ощущений. Но часовщики активно сотрудничают с фридайверами. Например, один из посланников Орис – Анна фон Беттихер. Как-то раз мне даже посчастливилось побывать у нее на мастер-классе. Правда, фридайвер из меня слабый и нырнул всего на 17 метров. Нырял, разумеется, в Орисе. Другой вид спорта – погружение с аквалангом. В зависимости от глубины, запаса воздуха в одних и тех же баллонах хватит на разное время. Чем вы глубже, тем быстрее расходуется воздух. Поэтому аквалангисту важно рассчитать время нахождения на разных глубинах и время на декомпрессию. Именно для этого и предназначены дайв-компьютеры. Но многие дайверы для подстраховки одевают все же и обычные часы. Кому часы нужны точно – это профессиональным водолазам, которые работают в водолазном колоколе. Это специальное сооружение, в котором водолазы опускаются на глубину, могут находиться там длительное время, буквально жить и выходить наружу для работы. Здесь декомпрессия проходит один раз при возвращении на корабль. Дайв-компьютер водолазу не нужен. А вот часы как раз очень даже нужны. Иначе вы просто потеряетесь во времени. Именно о таком погружении и часах, которые были использованы, пойдет речь в нашем ролике. Давление воздуха в колоколе равно давлению воды во вне. И для работы на больших глубинах используют сложные смеси, в том числе гелиевые. Теперь, думаю, понятен смысл гелиевого клапана. Аквалангисту он ни к чему. Считается, что он нужен, если вы собрались работать в колоколе на больших глубинах. Потому что молекулы гелия очень маленькие. И все уплотнители, которые сдерживают воду, для него не препятствия. Гелий проникает внутрь часов, давление в их корпусе сравнивается с давлением на глубине, и при всплытии может вытолкнуть стекло. Но, как мне кажется, даже в этом случае опасность иллюзорна. Водолаз проходит довольно длительную декомпрессию. Мы расскажем об этом. И гелий успеет утечь. А теперь, какой глубины может достичь человек. Фридайвер Игаран-Колок погружался на 281 метр, а Наталья Молчанова на 237. Лично я с трудом представляю, как это возможно. Аквалангист Паскаль Бернабе достиг глубины 330 метров. Правда, изначально он планировал погружение только на 320 метров, но из-за того, что веревка растянулась, она сместилась на 10 метров ниже. Спуск занял 10 минут, а подъем 8 с половиной часов. Не обошлось и без приключений. От давления не выдержал и взорвался один из фонарей. И Паскаль получил травму уха. Думаю, что среди зрителей будет много дайверов. Напишите, на какой глубине доводилось бывать вам. Рекорды погружения со специальным оборудованием – дело темное. Как минимум, есть два типа погружения – испытательные и реальные. Еще в 1991 году наши военные моряки в специальных барокамерах работали под давлением, которое соответствует глубине 500 метров. Говорят, что французы недавно перевалили за отметку в 700 метров. Но тоже в барокамере. Поводом же для нашего ролика стало погружение на 416 метров. Но не в лабораторных условиях, а реальное – в море, которое считается рекордным. Расскажу вкратце про погружение и после про часы. После гибели Курска было решено построить несколько судов для проведения подводных работ и спасения экипажей подводных лодок. Первым стало спасательное судно Игорь Белоусов. По словам нашего собеседника, на нем используется глубоководное снаряжение английской фирмы Divex. Сейчас это часть компании JFD. В свое время приняли решение использовать именно иностранные аналоги, так как с российскими были сложности, да и вообще, было интересно попробовать лучшее из чужого. Но, как выяснилось в результате, лучше все же отечественное, только грамотно сделанное. И, по словам нашего подписчика, сейчас идет доработка такого снаряжения. Погружение состояло из трех этапов. Сперва акванавты проходили адаптацию глубине. Три дня жили в барокамере, где давление постепенно поднималось до 40 атмосфер. Затем перешли из барокамеры в водолазный колокол, в котором мы опустились вниз. Кстати, вот одни из часов, привязанные к оборудованию колокола. Собственно, работа на глубине с выходом из колокола длилась полтора часа. Затем подъем, опять в барокамеру, где три недели проходила декомпрессия. И здесь мы подошли к самому интересному, с какими часами погружались на Тихоокеанском флоте. Среди прочих товаров JFD предлагает несколько вариантов часов. Цены, кстати, вполне щадящие. Около 100 фунтов, чуть больше 10 тысяч рублей. Несколько штук часов англичане передали нашим в качестве бонуса за закупку основного комплекта. Военные не стали ничего выдумывать, разбираться и закупать какие-то особые часы. Они просто взяли то, что дала компания. Пусть она неизвестна гражданским, но зато в своей области считается специалистом. Вот ей и доверились. В итоге на глубине были вот такие часы. На что-либо от известных часовых фирм не похоже. Стальной корпус, завинчивающаяся задняя крышка, головка смещена на 4 часа по образу дайверов от Сейка. Никаких пафосных керамик, гелиевых клапанов и так далее. Место них грубый, но мощный стальной браслет. Напишите, купили ли бы вы такие часы в магазине? Итак, рубеж 400 метров взят. Жаль, что все это произошло уже после Курска. Но помог бы колокол спасти его экипаж. Я в это не верю. Самой уникальной операцией на подводном флоте стало спасение экипажа подводной лодки С-178. В 1981 году она столкнулась с рефрижератором. Получила огромную пробоину и почти моментально затонула. На помощь ей пришла другая подводная лодка, которая легла на грунт рядом. Между ними протянули канаты и через торпедные аппараты эвакуировали в нее часть моряков. Но все это происходило на глубине в 32 метра. И то перебравшихся моряков трое суток держали в барокамере. А попытка всплыть самостоятельно заканчивалась смертью. Курск лежал на 100 метров, а внутри лодки было обычное атмосферное давление. Мне кажется, что на такой глубине перевести людей в колокол мало реально. Наверняка среди вас найдутся дайверы, подводники. Напишите, что думаете по этому поводу вы. И присылайте ваши истории, связанные с часами. Очень может быть, что они тоже станут основой для рассказов на канале. Если понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, чтобы увидеть еще больше интересного. Измера красивых вещей и сложных механизмов. До новых встреч! Магазин All Time продолжает работать для вас, несмотря ни на что. Сделайте заказ на сайте, и мы оперативно доставим его по указанному адресу.